Талант Абдулаев пришел купить муку в точке продаж, где цена одного мешка муки составляет 1500 сумм. Как признается талант, качество местное особо не отличается от импортной. Здесь можно купить муку первого сорта. Я пришел купить муку. Здесь она стоит 1500 сумм за один мешок. Качество нашей муки меня устраивает. От импортной казахской она особо не отличается. Я покупаю муку практически каждые 15 дней. Цена местной не изменилась. Как отмечает продавец, таких покупателей в день приходит немного. Ажиотажа нет. Горожане берут в основном только по одному мешку, не больше. В первый день, когда мы вышли на точку продажи, мы продали 14 мешков. Во второй день чуть побольше. Здесь большая проходимость людей. Но, несмотря на это, сейчас покупателей совсем мало. Мы сюда привезли 15 тонн муки. Но продали совсем немного. В основном покупатели берут только по одному мешку. В свою очередь продавцы отмечают, что сегодня рост цен в основном наблюдается на импортную муку из Казахстана. Кыргызстанская мука недорогая. 1650 сумм за мешок – это первый сорт муки. А вот мешок муки высшего сорта стоит более 2000 сумм. За последние два дня подорожала казахстанская мука. Ее цена повысилась где-то почти на 1000 сумм. В связи с подорожанием казахстанской муки потребители стали покупать больше сортов отечественной муки. В этой связи у продавцов простаивает импортная мука. В Казахстане у продавцов простаивает импортная мука. «Сейчас больше спроса на местную муку. Раньше я закупал казахскую. Вот она у нас также стоит. Как такового ажиотажа нет. Граждане покупают муку, как и в обычные дни. Импортная мука подорожала более чем на 1000 сумм. Если местная стоит 1500-1600 сумм, то стоимость казахстанской муки составляет аж 2800 суммов». Слухи о том, что цены на муку резко подорожали, не более чем проделки спекулянтов. Об этом сообщили в госматрезерве. Не обошлось здесь и без заинтересованных лиц, которые пользуются сложившейся ситуацией в своих интересах. Возникает ощущение, что кто-то нарочно сеет панику в обществе. В их числе есть и депутаты. Так парламентарий Марлен Маталиев возмутился нерасторопности чиновников. Вот уже несколько дней, как наблюдается рост цен на муку. Представители месельхоза сказали, что введут запрет на экспорт муки из Кыргызстана. Но стоит отметить, что они просто сказали. Госматрезерв же отмечает, что муки в стране достаточно. Но это все только на словах. Пусть на деле введут запрет на экспорт. Госматрезерву необходимо разбронировать склады. В свою очередь, как отметили в госматрезерве, благодаря тому, что разбронированы запасы и были организованы точки продаж муки по цене производителя. Они расположены на территории крупных. рынков. Ярмарки по продаже муки проводят по следующим адресам. Рынок Дордой Моторс. Оржский рынок. Аламединский рынок. Остановка торгового центра Таблга. Ортусайский рынок. Ориентир вход рыночного комплекса Аберон. Рынок Дордой Фуд. В этих точках мешок муки высшего сорта стоит 1860 сомов. Первого сорта 1500 сомов. Второго сорта 1125 сомов. В настоящее время представители соответствующих ведомств проводят мониторинг работы этих точек. Как показал анализ большого спроса и ажиотажа нет. В связи с отсутствием спроса на муку точки продаж будут функционировать только до воскресенья. Местная мука реализуется по цене 30 сом за один килограмм. Первый сорт. То есть мешок муки первого сорта составляет 1500 сомов. Как вы видите, особого ажиотажа нет. Люди понимают, что повышение цен было временным. Как такого ажиотажа и проблем с мукой нет. Планировалось организацию точек осуществлять до воскресенья. Сейчас наблюдаем то, что особого спроса и ажиотажа нет. Если ничего не изменится, то будем продавать до воскресенья. В высказывании депутата прокомментировал глава ГКНБ Камчибек Ташиев. Он призвал парламентариев не спекулировать на теме муки. Об этом он написал в социальных сетях. Глава ГКНБ Камчибек Ташиев призвал депутатов не хайповать на теме повышения цен на муку. Заместитель председателя Кабмина написал пост в соцсетях, адресовав его парламентариям Марлену Маматалиеву и Тазабеку Икрамову, которые ранее выступили в парламенте. Ташиев отметил, цены не будут повышены. Государство принимает дополнительные меры. Да, повышены цены в Казахстане, но нам это большого вреда не нанесет. Сейчас мука первого сорта стоит 30 сомов за килограмм. Один мешок обойдется в 1500 сомов. В ближайшее время стоимость еще снизится, потому что мы сделали запасы пшеницы по низкой цене до следующего урожая. Президент Ассоциации мукомолов Рустам Джунушев напомнил, что сегодня функционируют 33 мукомольные комбината, где производят необходимый для населения объем муки. В этом году урожай очень плохой пшеницы, его естественно нам не хватает, поэтому мы сейчас импортируем пшеницу из Российской Федерации. Что касается отечественных производителей, то здесь изменений нет. Стоимость муки оптовой в мешках, она варьируется от 27 до 30 сомов за один килограмм. В месяц вообще наша возможность, производственная мощность может покрыть наше потребление, то есть 70-70 тысяч тонн. Сегодня запасы продуктов первой необходимости имеются в достаточном объеме. То есть сегодня нет никаких поводов для беспокойств. Ситуация на рынке сейчас стабильная. На казахскую муку поднялись сени на 700-500 сомов. Это естественно, потому что в Казахстане в этом году по прогнозам мало урожая собрали. У нас в Кыргызстане в материальных резервах достаточное количество пшеница есть, чтобы обеспечить свое население хорошим дешевым мукой. Как сообщили в Ассоциации мукомолов, в Кыргызстане ежемесячно импортируют порядка 40-45 тысяч тонн пшеницы из России. На складах имеется достаточное количество муки. Дефицита не будет. Кундуцкая Таверская, Лиды Кокульбеков, Фалату, 24. Итоги недели.